Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 9 февраля и посмотрим сейчас, чем закрывается текущая торговая неделя и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели для движения это уход ниже отметки 1,2190 и снижение до отметки 1,2109. Ну и ближайший разворотный уровень можем отметить на максимуме вчерашнего дня, отметка 1,2294. Пара британский фунт и американский доллар вчера смогла пробить максимальное значение 7 февраля, закрепиться за этим уровнем и по текущей формации у нас может начаться восходящее движение с целями на 1,40 и на 1,43. Этот сценарий будет актуален до тех пор, пока пара удерживается выше отметки 1,3845, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели роста отмечаем на отметке 1,2625 и 1,2720, а ближайший разворотный уровень на минимуме вчерашнего дня, отметка 1,2546. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое снижение. Цели снижения первое это уйти ниже отметки 1,1857, важный уровень, который пара пробить не может уже довольно-таки долго и после этого снижение до 1,107 будет вероятно. Возобновление покупок по данному активу рассматривается после пробития максимального значения вчерашнего дня, отметка 1,10977. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению это область 7,673, а ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях вчерашнего дня, отметка 78,42. Еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели это уйти ниже отметки 87,31, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Ну а в том случае, если пара сможет закрепиться в высшем максимальной значении вчерашнего дня, а именно отметка 88,40, то можем ожидать возобновления роста по данному активу. Золото продолжает свое снижение. Следующая цель это уходь ниже минимальной значения вчерашнего дня, отметка 1306. Затем мы можем увидеть пару на 1304 и на 1290 долларов за тройскую унцию. Ближайший разворотный уровень для возобновления покупок находится на максимуме вчерашнего дня, отметка 1322. А нефть марки Brent также продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению находятся в области 63,20, а ближайший разворотный уровень на максимуме 65,92. По индексу DAX тенденция нисходящего сохраняется. Пытались мы возобновить рост, но этого подтверждения мы не увидели, поэтому на текущем моменте тенденция нисходящего продолжается. Цели по снижению это уход ниже минимальной значения 6 февраля, отметка 11692 и далее снижение на 11200. Ближайший разворотный уровень для возобновления покупок по индексу находится на максимуме вчерашнего дня, отметка 12551. По биткоину восстановительное движение пока сохраняется. После закрепления, которое мы видели 7 февраля, биткоин возобновил свой рост. Цели по восходящему движению это область 8585, ну и далее уже открываются следующие цели по движению уход до 12000. Закрепление ниже минимальной значений, которые были зафиксированы вчера на отметке 7471, вернет уже биткоин вновь к нисходящему коррекционному движению с целями на 5700. Но пока тенденция к росту в рамках часового таймфрейма сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошего завершения недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.